всем привет друзья сегодня сразу две посылки для редми ноут 10 про но не только эти чехлы подходят для всей линейки редми ноут десятых а также на другие линейки компании сяоми пока редми посылка переходите смотрите выбирайте тот же самый чехол просто галочку на против поставить идет абсолютно то же самое что я покажу на примере своего редми ноут 10 про кстати на него также ссылка описание сейчас самая лучшая цена тем более цена на него сейчас упала связи с выходом редми ноут 11 про линейки да еще и плюс и доллар упал все это вместе влиять причем альская распродажа там на алиэкспрессе короче все есть по ссылке в описании также посылки со ним и яндекс н подписывайтесь и канал в телеге в телеграме скидки алиэкспресс этом посты размещаются лучшими предложениями алиэкспресса ну что приступим успокоился надо рвал давайте начнем с этого желтого конверта по доставке примерно около двух недель все это было доставили так 1 у нас 1 у нас чехол улетел фирменный довольно таки известная фирма кейс мобайл кейс и вот такого не оранжевого цвета да кстати конечно переходите по ссылке то выбирайте рассвет просто какой цвет заказал более мне понравится вы к нему не привязывайтесь пожалуйста ух ты интересный чехол довольно таки интересный с хорошей защитой камеры короче там несколько расцветок что по первому чехлу что по второму также смотрите и так у нас тут три материала это дермантин это резина и металл насколько я вижу из приятного есть перфорация кнопок плюс-минус громкости вот перед вами это очень хороший признак соответственно будет хорошо нажиматься тому же они еще тут плюс и минус как бы обозначили не перепутали два отверстия для запястья вешать смартфон тут вырез подсказочного пальца в общем то все на первый взгляд прекрасно великолепно шикарный такой знаете дермантин чик сблизи вам покажу и что немаловажно такая металлическая вставка сверху хорошая защита для камеры что ваш модуль не разбился полностью защита причем еще металлическая обычно это бывает из резины сделано но пошли таким путем на первый взгляд очень качественный чехол давайте проверять проверять как она по отверстиям по отверстиям но тут домахиваться не буду центровочка пьяный дело промахнулись но зато они ровные четкие все отлично под стерео звук также предусмотрели отверстия это у нас и капорт и шумоподавление отверстия 3,5 джек снизу смотрите подзарядку все четко далее микрофон разговорный опять-таки основной динамик стереозвук все четко два отверстия сканчика пальца палец так палец хорошо хорошо очень подходит не надо там сильно прожимать вырез такой широкий достаточно вот пожалуйста перед вами и кнопки повышение снижение громкости проверяем отклик могу только похвалить потому как вы действительно хорошего благодаря перфорации вот все в этом делали производителя с резинными чехлами да именно перфорацию делали бы прорезь такую и тогда был всегда кнопки срабатывать бы хорошо здесь тяговитостью практически никаких нет проблем все отлично нажимается прожимается далее спереди у нас посмотрите есть такой выступ над дисплеем причем у меня приклеено толстое защитное стекло в свою очередь оно также защищено оно не будет царапаться в первую очередь но и где-то вот при ударах на столешницу также сохранится может быть даже не разобьется в любом случае защита от царапин присутствует благодаря такому бортику конечно же камеры у нас там утоплены и ничего также не грозит вот перед вами как это все оформление металлическое с такими кольцами который переливается на свету вот в зависимости от угла атаки освещения надписи тут ультра я такой не одобряю конечно я предпочел бы чтобы этого не было но интересно сделано очень качественно и подгонка самого дермантина также по краям приклеена никакого клея нет подгоночка четкая отлично сам по себе тактильно приятный чехол резина дерматин металл неплохое соотношение цены качества стоит очень даже недорого быстрая доставка хороший выбор расцветок друзья переходите по ссылке рекомендую классный товар за свои деньги пожалуй один из самых лучших чехол а мы следуем далее смотрим второй чехол упаковка здесь уже пенопласт не зря пенопласт потому как чехол у нас стекла вернее не полностью стекла там задняя сторона его видимо стеклянная так на пакете указано редми ноут 10 pro max опять-таки просветкам не привязывайтесь я просто такую выбрал приходите по ссылке смотрите просветочкам поделитесь а ну-ка так обычный чехол с алиэкспресса масса таких уже распаковывал у нас резиновое основание который к этому основанию приклеена стекло всякими там раскрасками нет это именно стекло и могу доказать если пожалуйста что не такое взять вот допустим инструмент металлический она не царапается достаточно неплохо переносит царапины но есть свои недостатки друзья но скользко если вы куда-то кладете на диван там или на кресло допустим на края да если попадет он в любом муж телефон слететь все тоже основание очень схожие с прошлым с прошлым да единственно что кнопки здесь уже не перфорированы это сразу минус ему хороший вырез здесь такие глянцевые полосочки по краям для удержания более лучшего два отверстия под запястье ровные отверстия снизу и ровно отверстие сверху далее защита у нас уже здесь пластиковая вставка но тем не менее она присутствует это огромный плюс сейчас будем примерять ну-ка пожалуй погашу ну и попробую сейчас еще разбить как следует ушатать попробуйте этот чехол на ваших глазах показать вам что она достаточно неплохо так я что-то ощущаю пальцами что есть недостаток да есть недостаток посмотрите в отличие от прошлого чехла данный момент никаких бортиков нет то есть телефон лежать приклеенным стеклом вниз естественно царапины будут оставаться это еще один недостаток вот пожалуйста вам естественно сзади все прикрыто на задней стороне модули камеры прячутся опять-таки вот так вот центровочка у нас отлично можете сравнить с прошлым чехлом очень схожа по крайней мере идея и просветки здесь какие-то там не знаю что это водоросли какое-то растение синего цвета голубого такой обыкновенный чехол и таки все по отверстиям четко великолепно домахаться нет ни до чего два недостатка вот первый недостаток это вот не перформируемые кнопки хотя я так и не проверил давайте к проверим хотя ну там лучше прожимались здесь прожимается более тяговито процентов на 20 точно вот первый недостаток и второй недостаток на моем личном взгляд такой грубейший это отсутствие кромки если бы здесь не было приклеено стекло чуть-чуть бы она конечно возвышалась дисплеем легонечко тут как бы особо не предъявишь но все-таки приятнее когда производитель может позаботиться и не просто вот вы смартфон туда нацепили на смартфон нацепили чехол он защищает хотя бы о том что как вот производитель производитель как потребитель пользуется именно приклеить защитное стекло неплохо было бы его свою очередь защитить здесь такого нет недостаток так ну хватит разлагольства тем хочу продемонстрировать что это стекло достаточно крепкое если в дубасе чернин бы такой потяжелее вот нож достаточно крепкая конечно я растить его могу без проблем этим я уже занимался если чем-то тюкнуть более-менее сильнее вот у меня здесь металлическое такого нет блин тут опасно чтобы в глаз ничего не попало смотрите-ка все удерживает видимо как я обычно это говорю компенсирует удар резиновая подложка задней стороне тут указана еще модель под которую сделан данный чехол ну-ка видите я довольно таки сильно луплю по нему вот и все все же такой вот части металлической долбить это надо еще постараться чтобы чем-то это влупило в любом случае такой чехол не будет царапаться там какими-то ключами условно сумочки монетами вот этим всем и хорошо выдерживают удары так что я рекомендую брать этот чехол за исключением двух недостатков которые он перечислил все же этот чехол мне более понравился как-то и повеселее с раскраской ну и целом надеюсь видео было для вас полезным если вы рассматривали данные чехлы особенно на экспрессе заметили где-то хотели приобрести я думаю будет очень полезно рассмотреть более подробно и сделали все выводы поэтому поставьте лайк подпишитесь на канал еще быть много чехлов не только для рогина у 10 про но другие модели компании сиомет пленки защитные там стекла все что угодно еще ко мне идет пять смартфонов два уже в моем городе скором времени продемонстрирует достаточно интересные забавные и чем-то выдающиеся китайские смартфоны до новых встреч а